Заволжский районный суд города Твери. Через несколько минут здесь федеральный судья Дарья Сайкова огласит приговор троим жителям Ржева, обвиняемых в тайном хищении чужого имущества, группы лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Говоря простым языком, принцип преступной жизни этой троицы укладывался в пресловутое «Украл, напился в тюрьму». Получив судимость за предыдущее преступление, обвиняемые совершали новое. И так неоднократно. А целью незаконной наживы Щербакова, Меджидова и Пушкарева становились автомобили добропорядочных граждан. На сей раз подсудимые похитили два автомобиля на территории Заволжского района Твери. В ходе следствия установлено, что подсудимые вступили между собой в преступный сговор, направленный на тайное хищение дорогостоящих автомобилей в городе Твери с целью дальнейшей их продажи и получения материальной выгоды. В результате преступных действий было совершено хищение двух дорогостоящих автомобилей. Преступную деятельность любителей чужих автомобилей пресекли сотрудники правоохранительных органов. Избранная мера пресечения – заключение под стражу. Суд приговорил Щербакова Олега Евгеньевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом Б, части 4, статьи 158, части 3, статьи 30, пункта Б, части 4, статьи 158 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Щербакова Олегу Евгеньевичу наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием исправительной колонии особого режима. По результатам рассмотрения данного уголовного дела, приговором Заволжского районного суда города Тверя 30 августа, подсудимые признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений. И с учетом роли каждого из соучастников данных о личности, им назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок от 3 до 4 лет. Вердикт судьи и подсудимые выслушали спокойно. И уже после оглашения приговора собирались на видеокамеру передать привет, что называется, пользуясь случаем. Но потом передумали. Приговор в законную силу не вступил.